Привет, любимый телезритель! Хочу тебе сейчас сказать Еще хочу сейчас с тобою С утра я плотненько Поесть Доброе утро, дорогие друзья! Надеюсь, у вас такое же хорошее настроение, как у меня А хорошее оно у меня, потому что на столе у меня Красная рыбка А это значит, что сегодня с ней мы что-нибудь приготовим И будет очень вкусно В принципе, вкусно у нас всегда А готовить мы сегодня будем омлет Фаршированный красной рыбкой Нам понадобится красная рыбка Куриные яйца Вместо молока в наш омлет добавим икорный соус Филадельфия И также на украшение понадобится немного зелени Итак, для начала приготовим смесь И с которой будем делать наш омлет Вбиваем Три яйца куриных В нашу посудинку Берем Давайте четыре яйца вобьем Ну, наверняка Насту, знаете, это только я в кадре один А за кадром Целая орава голодных ртов Так, значит, сейчас мы добавим сюда Немного икорного соуса Видите, какой он? Тут уже икра мойвы В перемешку с сыром Филадельфия Для чего я это делаю? В принципе, традиционно добавляют В омлет молоко или сливки Но также можно заменить майонезом или сметаной Если добавить майонез или сметану То омлет получится такой Немножечко густоватой Смесь будет густоватой И более эластичной Так вот, я решил отказаться от молока И сейчас мы замешиваем нашу смесь На икорном вот таком вот соусе На такой вот пасте Но я думаю, что это будет только плюсом Для нашего омлета Добавляем сюда немного соли Немного перца И все это опять перемешиваем Берем красную рыбку И нарезаем ее слоями Такими длинненькими, тоненькими полосочками Увидите потом зачем Потому что в наш омлет Я ее уложу полосочками И сверну омлет в рулетик Берем подсолнечное масло Немного добавляем на сковороду Равномерно все распределяем И выливаем нашу смесь В сковороду Очень все хорошо у нас должно получиться Смотрите, какой цвет желтенький, красивый Просто загляденье И я уверен Я уверен, что не только все это будет красиво Но и очень вкусно Что мы еще сделаем Сейчас, пока не застыл Не начал готовиться наш омлет Я возьму немного петрушки Немного укропа И все это туда порву Почему именно сейчас надо сделать? Да дело в том, что после того, как он немножечко схватится, наш омлет Я его переверну И именно эта сторона у нас будет лицевая Я сверну в омлет Заверну семгу Но вот этой стороной наружу То есть получится, что у нас он будет такой красиво-желтый-зелененький снаружи А вообще обычный омлет и даже яичница могут быть самым настоящим произведением искусства Допустим, ведь можно даже вот такой, как у нас омлет Зеленый лук уложить полосочками в одну сторону Потом в другую Сделать клеточку Потом все это перевернуть Оно вжарится в яйцах И когда мы будем сворачивать рулетиком Оно будет смотреться, как такая клетчатая скатерка Также можно сделать, ну, что угодно Можно вырезать какие-нибудь... Петрушечку можно, кстати, не рвать Ее можно аккуратненько выложить тоже по кругу Целыми листочками И тоже потом, когда будем сворачивать Это будет напоминать, знаете, какие-то такие ажурные узоры Как на обоях, к примеру, да? Но только это все будет у нас в яичнице, в яйцах Это можно будет все съесть И вообще, если посмотреть, какие люди делают шедевры из яичницы, из омлета Это же просто произведение искусства Пять минут, и наш завтрак готов Но не все, конечно, гладко получилось Нужно было яиц чуть поменьше добавить Тогда бы наш омлет не был таким пышным А у меня, видите, он так поднялся сильно И сворачивать было неудобно Но все равно я выкрутился Посмотрите, насколько все это аппетитно получилось И очень вкусно Я желаю вам приятного аппетита Смотрите Будильник Шоу и рубрику «Счастье есть» Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok